очень рада вас видеть спасибо большое что пришли поаплодируйте себе вы крутые вот но мы начинаем чужие письма у меня в гостях долгожданная ольга малащенко стендап комик я тебя привет благодарю привет спасибо что пришла спасибо что позвали очень очень давно хотелось очень рада тебя видеть скажи пожалуйста какие у тебя отношения с психологией ой у меня приятные да я где-то года два наверное уже в психологии я поменяла трех психологов и мне очень сейчас я нашла наконец-то своего но я когда с ней я и когда ее нашла и пришла к ней она меня удивила она говорит а почему я не могу по вас пока взять она мне сказала сначала расскажите почему вышли от других потому что мне вот эти беготня не нужна и я так что в смысле она достаточно ну дорогая я думаю что смысле то есть ты что выбираешь надо она я и рассказала на год ну я подумаю будем ли мы с вами потому что мне нужны отношения мне не нужно просто вот это на один сеанс да да она сказал мы будем выстраивать с вами отношения вы к этому готовы я такая ну да и после этого мне прям сильно захотелось чтобы она меня взяла естественно и вот мы с ней уже год полтора наверное слушай дару а расскажешь почему-то ушла от предыдущих то что мне честно говоря тоже когда ты сказал я троих поменяла наконец-то я думаю интересно что же нет просто интересная еще оценка потому что я когда пришла к своему я объясню почему я спрашиваю это я когда пришла к своему первому аналитику у нас был ровно один сеанс это был мой первый сеанс и на протяжении 50 минут не прекращая рассказывала свою биографию практически от рождения до этого дня после этого она мне сказала что совсем не осталось пространство для обсуждения но она хотела бы отметить что кого-то из родственников я там либо упомянула либо по мне упомянула вскользь и в общем-то до следующей встречи я вышла такая с ощущением я и все рассказала 50 минут ну то есть я про то что ты тоже может быть не готов да да и вот это вот я что сама не заметила про кого больше рассказывала вот я и поняла это прямо наше это было похоже на состояние какого-то аффекта я видимо так переживала и нервничала я не очень представляла как это выглядит поэтому я просто я вот 50 минут я заготовленную историю рассказывал и я не вернулась к ней конечно почему ну потому что у меня было ощущение не какой-либо сатисфакции или не ощущение того что меня но я не оставил человеку пространство у меня осталось ощущение что я знаешь ну как-то открылась то вылила мне я не сказала что мне стало от этого легче это не было наболевшие это была написана история как будто у меня была задача все про себя рассказать чтобы человека в контексте но я совершенно тогда не понимаю это много-много лет назад вот я к ней не вернулась поэтому разные бывают конфигурации это не всегда интересно всегда что не подходит почему человек уходит мне она не подошла точнее она выполнила свою задачу она мне помогла но как это бывает я не знаю многих бывает такое или нет ты приходишь с одной проблемой и выясняется что ты вообще ненормальная ну то есть у тебя не вот эта проблемка тут господи да еще и папа и мама уху боже мой но она мне последний вот сеанс я к ней пришла и она очень переживала там случился коронавирус и она ей самой как будто бы нужна была помощь от нее выходила все время как будто бы она на меня еще чуть-чуть скинула это к ну зачем мне человек который обо мне тоже не заботится то есть для меня в первую очередь вот с моим сейчас терапевтом важно что я себе забочусь и она обо мне забыл вдвоем обо мне заботимся а там я такая ну как будто бы как у вас дела расскажите вы теперь давайте я приму немножко я но я с ней провела последний сеанс я сказала что я решила я наврала конец я не сказала ей что она мне не нравится я сказала что но они мы решили проблему и я уже ситуативно буду приходить ну вообще если какое-то доверительное пространство не выстроилась и было ощущение что как будто ты уже должна справить ну как вы да это как будто не странно что нет возможности сказать человеку что что-то не устраивает ну как-то не хотелось знаешь оставлять вот этот конфликт до выходе я просто не почувствовала что я могу я и сказать потому что она и так сама на нерве я такая ну и вы еще конечно мне испортили день и вообще я вам просто так заплатила ну как-то мне не хотелось ей вот портить жизнь и плохо было и так было видно что и плохо ну в общем если суммировать было ощущение что терапевт сам не справляется с какой-то внешней ситуации или со своими сложностями это так или иначе транслировалось ты это чувствовал и ты в этот момент почувствовала что ты как ты как будто становишься опорой они она и как бы это не то за тем чем ты пришла да 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 как будто бы она мне должна была за сеанс заплатить а второй случай а второй случай это мой сейчас терапевт это как там как это слово господи где много школа терапевтов и она одна из них мой терапевт сейчас это основатель этой школы внутри было вот я сначала не пошла ну я с ней недолго пробыла прям несколько тоже я все рассказала нет ну потому что не знаю мне показалось что она мягкая мне не нужен мягкий я не могу с мягкими людьми то есть вот сейчас я просто я прошла к ней три раза по моему три и мне вообще ничего я не чувствую никакой помощи просто я выговариваюсь и потому что она как-то очень деликатно со мной со мной так не надо я я сама да уже говорю что у меня надо лупить нет это очень интересно потому что ну есть идея что как клиент находится во психотерапевта да так и психотерапевт находят своих клиентов это в подтверждение слов да что тебе сказала та вот дама с которой ты сейчас работаешь то что я хочу понять но справедливости ради к терапевту вот второй кто с которым у меня было всего три сеанса к ней к ней сейчас ходит мой друг и ему очень нравится ну то есть ему вот она подошла просто мне не подошла правда слишком слишком деликатничала да я тебя очень хорошо помню я когда ну я долго оставалась терапии каждый раз когда я выбирала аналитика вот с которым я последний раз занималась я по он вел у нас я не помню на групповом психоанализе то ли супервизию то ли еще что-то и меня как раз первое но во всяком случае осознанно как я понимала зацепила что он довольно жесткий и с сарказмом и мне это вот супер подходило при этом допустим кто-то рассказывал супервизионный случай и он такой долго объяснять или прямо сказать ну то есть он супервизантки говорил да и ну и то есть он мог такое сказать типа из разряда что к вам группу не приходят мужчины потому что потому что и прям что-то про личное боже мой нет но это вы нужно понять что это все но я это в рамках это но все равно это в рамках группового психоанализа то есть там все дипломированные специалисты это не то что там знаешь не на подготовленного человека он всегда и спрашивал вам сказать как бы в лоб как есть или долго будем обсуждать ну и безусловно у него там были какие-то там прикольные шутки связанные то есть как будто легко относился с юмором и без лишних сантиментов и какие-то вещи говорил очень прямо я не говорю что обижал да то есть не то что он не какие-то неприятные века он разложил ей но из того что она рассказывала в принципе по фактам и тогда подумала о вот сейчас я как будто готова за заново пойти потому что вот это вот уже да но это вот тоже тоже значит когда ты такой давайте мне вот этого сарказма вот этой силы мне давайте мне мягко не нравится почему-то я это я вот вне авторитет нашла знаешь поэтому я тоже тоже наверно что-то нехорошее что-то к когда те вот так делают к это мое это мы пойдем это отношение мы будем строить нет не ну я думаю что это вопрос в принципе как у тебя строится ощущение с авторитетом да если есть ощущение что авторитет это человек там сильный да и то тогда ты к нему прислушиваешься не но в принципе если конечно развивать это дальше да и быть откровенными самими собой то это выглядит немножко то ну то есть это выглядит немножко из разряда а почему мы сами находим партнера который будет нас подавлять потому что была какая-то в детстве значимая фигура который был но если говорить про мужчину до авторитарным и подавляющим и соответственно эта склейка произошла где-то там в мозгу или психики что если вот он подавляющий то он значит вот он сильный авторитетный к нему можно прислушиваться и тогда можно вот с таким человеком строить отношения вот а человек вроде бы вполне например там я не знаю какой-то открытый расположенный принимающий не стремящийся да это мимо домина доминации он к сожалению на самом деле к сожалению может воспринимать этот вопрос же градуса да может восприниматься как неинтересный не авторитетный не возбуждающий и так далее поэтому конечно вот это вот представление оно строится вот из какого-то совсем раннего возраста о том какой этот персонаж это конечно не у всех так но с точки зрения преподавания все равно я вспоминаю что там начиная со школы заканчивая там университетами все равно преподаватели которые и строгие жесткие но классные да но я не всегда да к ним всегда больше приходил на лекции на семинары и они всегда еще тише разговаривают всегда у меня была такая преподавательница она ни разу в жизни никогда не видела чтобы она кричала она очень тихо разговаривает и у нее всегда полная аудитория была и все слушали этот предмет все любили и я я смотрел не думаю как ты сука так делаешь что все тебя слушают как это вот за счет чего это она же вообще ни разу не применила ни силы никаких то она всегда есть не хотите уходите никто не ушел если она так говорила то никто не ушел слушай но интересно и третье соответственно терапевт тебе ну предложила отношения и как 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 это было когда она согласилась она я вот детально уже не помню но я помню что я уже когда к ней то есть у нас был первый сеанс мы час провели вместе я тоже ей все вылила и только после этого он искал я не знаю подумаем и я подумал с вами строить отношения или нет и в итоге она мне что я не помню что но она меня прям с первого сеанса она мне что-то такое сказала что мы к чему мы шли с другими терапевтами вот стой год она мне сразу вывод это господи где-то у тебя таро под столом или что пресс откуда ты это знаешь да и вот она меня очень не вытащила она прямо знаешь мы с ней были на сеансе я пришла в супер подавленном состоянии не понимала что со мной происходит почему мне не нравится день почему мне вообще все не нравится и она мне потом уже когда меня вытащила чуть-чуть она ведь вы ко мне в страшной депрессии пришли его почему же вы мне этого не сказали ну зачем же вас пугать просто по чуть-чуть она меня вытащила я и очень благодарна правда у меня много чего в жизни поменялось благодаря ей например я ушла с работы благодаря ей на самом деле есть такая идея что ну психологу называть какие-либо термины там клиенту или пациенту не имеет никакого смысла потому что тот ярлык который можно повесить на человека он ему никак не поможет если человек находится в депрессии сказать ему о том что он в депрессии только возможно вогнать его действительно еще большие переживания это как как максимум да а как минимум просто это ничего не скажет ну то есть это никакая подружкам буду говорить я в депрессии девочки официально это же хорошо это же то что нужно вы наверняка составляли список желаний на лето ну например скинуть 5 килограмм загореть могу предположить что там есть пункт путешествия у меня кстати тоже давно хочу съездить полюбоваться волгой но есть опасения что под конец сезона не особо найдутся свободные отели а если найдутся можно прождать не одни сутки подтверждения бронирования и все равно остаться ничем хорошо что есть отела это я не про того у кого была ситуация с десдемон и отела это сервис который гарантирует заселение выбранный отель или гостиницу на всей территории россии кстати приложение от создателей два гиз поэтому есть своя карта для путешественников показаны достопримечательности музеи театры и рестораны чтобы учитывать них при выборе отеля так вот вожу самара это город на волге если что и сразу вижу места которые гарантированно могу заселиться а еще проживание можно оплатить бонусами сбер спасибо и получить до 10 процентов кэшбэка бонусами на карту скачивайте приложение ловите скидку 10 процентов на первое бронирование вот поэтому промо-код не упускайте возможность насладиться этим летом и отправиться в путешествие отела вам в этом поможет ссылка в описании очень много подруг таки меня депрессия и ты бесишься вот депрессия как-то не знаю это как-то обесценилось слова как будто сейчас каждый третий в депрессии в какой-то а если те психолог говорит ну это как будто значит я немного поднимает среди всех вышло у вас плачете а у меня депрессия чуть-чуть чуть-чуть как будто величественнее становишься но получается что она тебе помогла вы выбраться из депрессии принять какие-то важные решения в твоей жизни да да очень важные и ты находишься в терапии да сейчас до сих пор я помню еще очень важный сеанс когда у меня было все хорошо прям вообще все наладилось прекрасная неделя и у меня с ней одна неделя спасибо что посмеялись и она и у меня с ней сеанс и думаю что же я буду сейчас рассказывать ей и мы с ней просто беседовали игру ну так странно 7000 рублей стоит час у нее это достаточно ну много и я говорю так странно вот прошел час да и ничего она говорит вы знаете я вообще жду когда нас то настанет время когда мы просто будем с вами философствовать конечно лишние 7000 на философию у меня есть знаешь очень часто рассказывает о том что когда идешь с ощущением что нечего рассказать и все хорошо это оказывается самые тяжелые сессии да да у меня была такая а иногда бывают как кажется пустые да дни просто поболтали и все а потом все равно это во что-то конвертируется конечно это накопительная история если находиться ну там в длительной терапии то оценивать каждый ну то есть визит как исключительно полезный тоже было бы странно потому что все таки это работает и вне кабинета да мы же об этом думаем ну то есть это какая-то более более такая синергетическая история нежели разовый приход пришел что-то забрал и ушел чуть-чуть до отсосал энергии пошли больше как-то жить но я помню что мне понравился все равно этот сеанс потому что я как будто похвалилась человеку знаешь который меня долго вел я такая учитель смотрите я молодец и она ну мне мне тоже это очень понравилось так что философствовать наверное мы не будем но в целом был приятный иногда подвести итоги важные круто да слушай ну спасибо большое что ты рассказываешь делишься то что мне кажется что это может быть важный опыт для многих и действительно вот это понимание что не обязательно оставаться в терапии которые тебе не подходят или не обязательно бросать терапию по опыту одного психолога это мне кажется он очень важный потому что и так много предрассудков до много идей вот мы сейчас саши рогов разговаривали которыми по моим ощущениям сам психолог по гороскопу нет я никогда психологом не ходил мои друзья там ходят я все это уважаю некоторые кажется очень долго ходят тебя цитирую там же есть вот эти вот приемы когда на крючок сажают пациента знаешь и не решают его долго проблему чтобы он проходить продолжал ходить и я очень часто это слышу и раньше особенно часто слышала страх о том что вот я сейчас пойду этот человек обладает какими-то техниками возможно он может мной манипулировать и я окажусь в ситуации когда я стану привязан уже против своей воли буду носить деньги туда да и в общем то никак не смогу из этого выбраться то что общем этот человек куда монголо-татарская ига делась вот у него отчасти наверняка и такая ситуация может быть никто не спорит но это же не частая ситуация нет такого что тебя специально будут удерживать или есть но в профессиональных кругах я никогда не встречала таких рассказов что психологи удерживали пациента более того вот это вот вопрос удержания он звучит таким образом что если ты кого-то удерживаешь то скорее всего ты вы не удержишь ну то есть я имею ввиду что если тебе не подходит психолог то ну как бы навряд ли ты будешь продолжать ходить ну раз ты придешь такая 7 тысяч рублей серьезно ну два ты придешь да и в итоге я вас и поддержал внутри ты придешь ты потом уйдешь либо это нужно обладать какими-то невероятными скиллами профессиональными потому что таких у вас нет нет ну они они может у кого-то есть но просто это совсем другая история ну то есть там можем нельзя в пример нлп провести до на религистическое программирование которое в принципе оно и было создано для того чтобы ну как бы манипулировать людьми да и в общем-то там внушать им возможно что-то в зависимости но опять же я ходила на курсы нлп с этого начался мой путь психологии как говорится just for fun я уже по-моему тысячу раз рассказывал эту историю мы просто в интернете с подружкой моей алой нашли курсы нлп потом мы приехали слегка офигели потому что это была был как это красная площадь дом 1 напротив вот это вот длинное здание с красными коврами боже да прям напротив собор василия блаженного и мы туда зашли там было нас двое три преподавателя они там что-то пили чай с печеньем такие о девчонки пришли ну заходите садитесь я потом пыла это конечно могут быть мои домыслы но у нас даже потом спустя несколько лет у алки сложилась гипотеза но это было очень похоже на какой-то вербовочный кабинет хотя мы ходили туда потом я не знаю мы прошли первую ступень 10 раз потом сам с нами наш друг еще на это ходить они нам такие штуки прикольные показывали там карты угадывали знаешь это монетка игра есть отдельная когда ты по знаешь это когда ты мне передаешь сигнал например например мы договорились бровь его максимально скрываешь от другой команды так слегка приподниму типа того вот но сама невольно в этот момент ногой дергаешь вот как ты сделала и другая команда считает вот этот знак потому что ты не контролируешь ногу потому что у нас другая договоренность и ты должен оказывается свое тело контролировать особенно когда за тобой наблюдают и передавать знак очень непросто потому что ну ты же не знаешь ну то есть тело же у тебя единый организм ты же не можешь так вот все время сидеть только одной брови но ты двигаешься тебе кажется еще что ты отвлекаешь а в итоге ты выдаешь ну вот например такие и нам безумно нравилось я говорю этому потом спустя год и подумали о том что учитывая что мы учились мгимо может быть они думали что они могут я не знаю нас приобщить к чему-то более но видимо потом посмотрев на нас они поняли что максимум это играть в монетку там даже никаких поползновений рядами ножкой вот так делать это карты угадывая но к чему я начала рассказать историю к тому что они довольно честно нам сказали самого самого начала показав на наше приемы когда они начали рассказывать просто какую-то историю а потом говорят обратите на себя внимание и мы обе салкой сидим вот так на стуле у себя на руках хотя когда началась история мы сидели вот так то есть они через историю путем внушения на ну как-то нам подали этот сигнал что мы обе совершенно не замечая слушая историю вообще отстраненную сели вот так вот обе на руки я не площадь дом 1 да вот и и были я и еще они показывали ну то есть чтобы видимо ну то есть показать мастерство как это происходит еще вещи когда действительно понимаешь что ты вообще не понял да почему ты там например произнес эту фразу или что-то такое но буквально на втором занятии они нам сказали что вот мы вам демонстрируем варианты да там есть техники определенные но в целом чтобы этому научиться нужно от 10 лет то есть одно дело об этом узнать об этих техника там а другое дело научиться их применять ну как бы не в шутку да в компании условно говоря сыграет не сыграет а для того чтобы действительно была серьезная история там по манипуляции по каким-то внушениям это от 10 лет ну то есть я я это говорю к тому на твой вопрос я просто рассуждали я не знаю там может быть есть психологи которые я уж не знаю как они там удерживают но для того чтобы манипулировать человеком настолько чтобы он это не понимал внушать ему что-то ну надо либо цыганкой быть переходе на вот либо обладать каким-то действительно мощными техниками долго этому учиться но всякому это как я это вижу я думаю что это не так просто мне кажется сам выбирает оставаться или там боится сказать что он хочет уйти таких же тоже очень много вот первый психолог у тебя карина в гостях была у нас был один психолог это мой я и посоветовала и карина привет если ты нас смотришь корешка с кариной да на канале если вы не видели научи хороших кстати корешка и это этот психолог она говорила что если мы захотим с вами расстаться нужно сделать последний сеанс вот прощальный и вот видимо есть люди которые вот вот это наверное крючок на который тебя подлавливает психолог потому что такой ну как я вот сейчас ей в лицо скажу что мне нужно уйти от нее не очень понимаю поэтому я думаю что очень сильно растягивается из-за этого ну вообще это распространенная практика там выбирается количество дней в зависимости от продолжительности терапию я когда первый раз уходил первый раз я уходила с терапии ее прерывала ну то есть уйти с терапии это прервать ее да когда вы не решили что вы закончили я первый раз прервала терапию после четырех лет наступил наступил летний ну я же еще училась у меня это нужно обязательно я на самом деле у меня не было потребовала короче я была одним из тех людей которые для того чтобы решить свои проблемы пошли учиться на психолога как мы все время знаешь что тут ржали что кто-то сделал проект чужие письма кто-то пошел учиться на психологов а кто-то обратился к фильтрами у меня не было идеи что не нужно обратиться к психотерапевту но мне так была интересна эта тема разбираться как у меня устроены как устроена у других людей что я только спустя ну наверное год поняла что оказывается помощи мне нужна до что оказывается у меня чувство то есть меня голова и чувства работают параллельно как мне кажется неплохо соображаю и в принципе испытывал какие-то чувства но там контакт был очень слабо налажен там прям это очень интересно потому что прости что перебиваю у меня психолог она мне сказал ведь оль вам почаще нужно садиться и задавать вопросы как вы себя чувствуете я говорю хорошо я села я задала два вопроса и больше не поняла что спросить страшно сколько ты вообще не понимаешь как ты себя чувствуешь насколько ты вообще это никогда не анализируешь что такая голодная не голодная мне холодно мне не холодно все пошла это все что я догадалась у себя спросить я ну и все тоже уже неплохо уже нормально уже спросила же уже выяснили хотя бы как минимум не холодно и не голодная да поэтому в общем а и возвращаясь к идее того нескольких сеансов я начала рассказывать о том что я после четырех лет ушла у нас была договоренность о трех заключительных сеансах я знала зачем это делается потому что обычно человеку есть такая идея гипотеза что человек начинает прерывать терапию когда он сталкивается с чем-то что действительно нужно проработать но наша психика какая организм стремится гомеостазу поэтому любые изменения ты нет тебе будет лучше не надо знаешь 36 и 6 держим не сдаемся давление на уровне не подходите мои я выстроила свои защиты я выжила вот поэтому когда психика сталкивается с какими-то возможными изменениями когда подошли к какой-то теме то велика вероятность что ты в этот момент с большей лимитической степени осознанности а может вообще неосознанно рвешь терапию то что начинает то что тебе кажется терапия бесячая или время неудобно или денег дофига да это сопротивление вот и для того чтобы проверить эту гипотезу потому что возможно терапия бесячий времени удобно и денег много да то есть нет такую идею что да и для того чтобы проверить эту гипотезу и дать возможность как раз клиенту не убежать от своей проблемы он же пришел ее решать он же за это время ходил тратил время и деньги чтобы ее решить тебе предлагают несколько сейчас поговорить о том что сейчас происходит сказать о том что вот я не знаю мне там не нравится как проходят наши сеансы это тоже большой шаг в терапии сказать это терапевт или еще какие-то вещи вы можете это проговорить и в ходе прийти к тому что действительно вы коснулись чего-то болезненного и оказывается есть готовность это обсуждать вот и его именно для этого делаются эти дни то есть по идее терапевта нет задачи тебя уговорить остаться в терапии да но есть задача спросить а что же такое происходит и именно и почему именно и почему вы именно сейчас хотите ее покинуть но опять же я говорю может быть вариант что действительно не подходит человек нет доверительный контакт недостаточно неподходящий темперамент у этого человека это же но это же отношения как мы знаем нет ну ты сказала что ты прервала я прервала три сеанса отходила честно при этом нет типа из разряду когда мы договаривались о трех сеансах он же говорил это в начале естественно будет я не думал что мы четыре года ну то есть типа не соизмеримо по идее что там есть в общем какой-то эквивалент тому чем дольше ты отходишься в терапии тем дольше у тебя выход чтобы он был корректным и для тебя в том числе потому что я все равно называю прервала но в целом я по правилам терапии и завершила потому что единственное как я ее завершала я все три сеанса проходила не приду больше он такой давайте подумаем до отдыха с чем мы с вами столкнулись я пытаюсь я пытался вспомнить какие ну что мы с вами проговаривали а я у меня четко ощущение на отдыхе было солнце светит у меня все хорошо мне настроение портит я больше не пойду к нему никогда включается сопротивление тебя вот и молодец что ты 3 отходила отличница не сказали и я пошла я в я все два ему такая нет я больше не приду вот давайте вспомним я говорю мне хорошо у меня все хорошо выходят были были каникулы летние я не хочу больше вот так я примера себя вела 2 на 3 он начал с того что он говорит но я так понимаю что мы уже завершаем на самом деле вот тогда он уже перестал делать действительно попытки разобраться не меня оставить он сказал я понимаю что мы расстаемся и он ну как раз спасибо ему он очень корректно завершил третий сеанс не в попытках меня оставить чтобы я после третьего ушла там ну закрыв дверь и осталось вот в ощущении этого обрыва он все-таки это довел до завершения да то есть мы попрощались с ним ну так скажем корректно насколько это возможно так расскажешь как будто ну с парнем знаешь расстаешься он не хлопнул дверью не хотел меня оставить просто мы друг друга поблагодарили да не на обычно когда даже даму друг друга слушаем да и у нас будут отношения я с ним было три раза с ним два действительно файл ну как бы немножко есть ощущение что рассказывают про партнеров да ну и правда в том что а если думать об этом как об этом думают психоаналитики собственно терапевтические процессы заключается в том что человек для тебя станет значимым да ну то есть и только через это ты можешь проработать какие-то вещи которые не были проработаны потому что в обратном случае ну ничего сделать невозможно то есть ты должен пережить качественно новый опыт которого у тебя не было в жизни например корректного расставания в первый раз у меня это не получилось достаточно терапевтично но я гортыш все равно обрыв да но вот когда я сейчас сам моя последняя терапия заканчивалась мы ее прям заканчивали вот месяц выходя из нее с пониманием что в общем я уже что и мне терапевт это сказал это мы начали обсуждать на какой в какой точке мы находимся он услышал меня что я готова к завершении он мне фактически ну привел такую метафору из разряда что когда ребенок уже научился ходить нужно вовремя отпустить его ну то есть отпустить его руку и его ну то есть не дать ему возможность вот где-то спотыкнуться там упасть да но если ты уже он встал и пошел то надо в какой-то момент отпустить но это метафорически там для той ситуации которые мы разбирали он такой мы уже разобрали он говорит но это тот момент когда вам не нужно больше никого опираться вы можете опираться на себя то есть вот и абсолютно самостоятельный те человек которому не нужен терапевт могу в это пока без руки саши на сцену подняться не могу но дойти могу зато очень уверенно да но зато очень уверенно я еще хотела вот что спросить потому что у меня есть подружка которая никак не может пойти их тире ей очень нужно она не идет туда и она еще недавно посмотрела сериал в триггер смотрела триггер да да конечно вы смотрели сериал триггер поаплодируйте да нет смотрели там провокативная психология очень утрированная соответственно так как это художество до результат за день за час за за сколько вот она мне говорит я вижу что ты ходишь уже три года два-три года а я вот это хочу найти и я и пытаюсь как-то она видимо сильно впечатлилась мне вот хочется понять существует ли правда такие методы вот которые за час тебя переворачивают всего и все у тебя получается в жизни потом прекрасно вот так или все таки ну долгие сеансы они как это лучше или лучше на тебя работают как-то я думаю это все упирается в запрос например как я всегда говорю если ничего не болит вообще к психотерапевту не надо вот вообще не надо если не болит но это смысла нет и он тебе не поможет ты не поможет смотря с каким запросом ты подходишь и как ты устроен ну согласись да мы допустим с тобой сошлись на том что какой-то момент да на времени нам психотерапевт который является для нас авторитетной фигурой больше там подходил или подходит соответственно для человека тоже разный подход может быть более близким кому-то больше подходит психоанализ есть там скажем люди которым он вообще противопоставлен в том смысле что для психоанализа нужно все-таки наблюдающие эго способность анализировать оно не всегда хорошо развито у человека тогда ему вообще все эти сеансы будут параллельно него проходить но если ты не включаешься в процесс кому-то поведенческая есть провокативная медицина действительно но вот это примерно как я рассказываю про аналитика вам долго вот это рассказывать или сразу вам сказать чем проблема вот например на триггере показывают в общем какую-то провокацию человека ставят жесткую ситуацию это точно так же как с фобиями кому-то чтобы перестать бояться летать да нужно сесть там на самолет на стимулятор кому-то это вообще не подойдет то есть чек это еще в большую уже загонит поэтому эти методы они наверняка рабочие но так как они очень резкие и очень инвазивные да правильное слово исполнит инвазивные то нужно просто хорошо проводить диагностику потому что но если по мягкой схеме ты можешь ну как с человеком общаться он раскроется тоже не сразу там поймешь это в сериале у нас как сканером считывал а не можно коммунити да она имеет место быть но сначала нужно провести диагностику потому что ну таким методом человеку можно сильно навредить но это примерно так но при этом конфронтация это не и не только метод да есть психология а есть прием в психотерапии когда психотерапевт тебя конфронтирует но например таким образом чтобы рассказывать очень тяжелые вещи но вы улыбаетесь и местами смеетесь понятно что смех защитная реакция но этой конфронтации могут тебя вернуть в реальные ощущения то есть условно говоря помочь убрать защиту да и все-таки обратиться к проблеме вот например такого рода конфронтации используют там в психоанализе в том числе ну то есть в основном это ну не внедрение а в основном это способ что ли когда ты показываешь несоответствие либо слов и эмоции или либо рассказанного ранее и рассказано сейчас ну то есть не соответствие показывать ну ладно спасибо переходим тогда к письму читателя у нас кстати в одном из выпусков мы прочитали письмо разобрали я смотрела чужие я собески я смотрел чужие письма и оля там вначале говорит я всегда подбираю до письма чуть-чуть на вас чтобы был чтобы откликалась первое предложение мне 30 лет я не замужем спасибо ну кстати это само собой получается сейчас ну по поводу первой фразы я могу согласиться там дальше история про молодого человека вот ну что бы приступаем к письму можно под ваша позиция здравствуйте ольга мне 30 лет я не замужем и живу с молодым человеком уже 7 лет часто смотрю вашу программу и других психологов многие говорят что измены склеивают отношения и браки головой я понимаю как это работает мой молодой человек открыто говорит что когда-нибудь измены будут и в наших отношениях возможно с двух сторон подло но он меня уважает и не позволит чтоб это напрямую коснулась нас внутри дома а мне за 7 лет отношений в голову не приходила с кем-то даже поцеловаться мы часто отдыхаем по отдельности ко мне подходит знакомиться но мне это не интересно приятно но не интересно у меня к нему дикая ревность мне постоянно кажется что у него кто-то есть я не ловила его на чем-то чтобы утверждать на все сто но я замечаю мелочи кафе телефон забирает собой в туалет кладет его экрана вниз когда едет домой чтобы забрать меня идя в подъезде вижу из окна шорканье типа прибирается или сиденье моё ставят мое положение но пассажирское а при виде открывающейся двери подъезда сидит ровненько и ничем таким уже не занимается когда идет в душ отключает интернет на телефоне думает дура и не вижу этого может я и есть еще не да что пока интернет не отключал в телефоне все это выглядело ну непонятно вот это чё-то прям уже новенькая сидушка это уже слишком может я и надумываю себе многое но все все не так как мне и не все не так как мне кажется но я не могу избавиться от этого ужасного чувства в обостренные моменты я не могу спать у меня трясутся руки не могу есть когда вы вместе пошли в кафе стоило мне отойти как возле него образовались девушки желающие познакомиться а он делал вид что мы не вместе даже когда я хотела его поцеловать щеку это уже спустя час он отодвинутся и она еще пишет может я что-то не так понимаю то есть она сомневается моим убеждением чтобы не показаться завсегдатом данного заведения что у него а чтобы не показаться завсегдатом данного заведения что у него кто-то есть я так понимаю что он нигде меня не хочет афишировать хочет чувствовать себя желанным что ли я не уверена в себе я не готова к таким отношениям ведь так было не всегда но молодой человек говорит что я люблю тебя и пока не готов разойтись все разговоры все все разговоры на эту тему свои сводятся к тому что я дура и ищу доказательства измены а кто ищет всегда найдет к чему-то как к чему придраться как справиться с такими чувствами мне уже самой тяжело в таких отношениях я не понимаю как он может мне слепо верить он не залазит мой телефон он всегда за то чтобы я куда-то сходила одна без него а у меня каждый раз беспокойство внутри когда он выходит из дома а может ему просто все равно потому что отношения надоели у меня столько беспорядочных мыслей в голове что мне физически ну не столько сколько у него связи я сижу у меня внутри уже до пустите меня что мне физически плохо от этого он говорит что любит меня что его отношения что если отношение будет в тягость то он мучить себя таким не станет но мы ведь не всегда готовы говорить правду может удобно ему так или привык как справиться с ревностью как повысить эту самооценку а самое главное в обостренные моменты что делать чтобы успокоиться спасибо большое я знаю что вы читаете каждое письмо надеюсь не станет легче от написания потому что такими историями с подругами я не готова делиться но во первых мне хочется как-то присоединиться к переживаниям автора этого письма потому что вот этот юмор внутри он обусловлен тем что ну вот мне в середине даже не то что точнее не то что переживать подобное мне же даже читать тяжело это было вот да по перечислению того сколько всего девушка замечает и наверное это можно назвать газлайтингом как разую термин как очень я вот с этой ситуации пришла к психотерапии вот точно такой же вот прям я точно да да я это с тобой точно все так ты и неуверенно это напишет я неуверенная в себе ты неуверенная в себе потому что тебе говорят что с тобой что-то не так ты что-то не так понимаешь ты что-то не то видишь я вот за какие-то свои отношения принялась тебе что-то кажется тебе не кажется никогда не кажется это есть этому всегда подтверждение ты найдешь мне изменяли тоже тоже как будто бы я уже такая те точно изменять может нет но мне изменяли и я в одних два раза в одних отношениях я почувствовала это а в других нет других я такая ну нет ну точнее как смотря что считается изменой то есть для меня вот переписки какие-то интимного характера для меня это тоже стоп все я не буду дальше в этих отношениях находиться но в одних я чувствовала в других нет и вот в про что я говорю что это очень похоже на мое я год ходила и думал что эти со мной что-то не так все я стала не у меня даже осанка изменилась то есть мне вот уже люди стали говорить аль ты была яркая стала серая что с тобой просто потому что я вот так вот вот так вот в какой-то момент сгорбилась от того что да того что мне стыдно что со мной что-то не так я вечно вижу то чего нет и я какая-то истеричка я постоянно спрашиваю мне говорит успокойся со мной тоже там не хотят ходить лишний раз знаешь куда-то и я такая ну это наверное нормально почему я не могу куда-то отдельно сходить и хожу но насильно знаешь и ты все время в этом сидишь такой да что не тогда нельзя же бросать вот человека но потом что-то происходит я говорю что девушки тоже это случится что-то происходит это уже не можешь терпеть все ты такой но есть какие-то вещи которые ну них нет второй стороны вот просто нельзя как газлайтинг это использовать уже вот это уже все знаешь когда такой вот здесь уже вот есть есть ситуации которые ты понимаешь правду но человек титкой это не так ну да наверно а есть ситуации которых нет второй стороны ну и нет ну нельзя придумать и и ты уже просто за руку да уже уже подступает и такой все и вот я могу дать хороший совет наверное наверное если вы вместе живете с этим мужчиной то наверно нужно разъехаться чтобы посмотреть со стороны что происходит потому что когда вы вместе нет шага навстречу что ли как это по моему цоя такая песня была нужно нужно пространство чтобы сделать шаг навстречу когда мы вместе живете ты многое не видишь как будто как вы только разъедетесь тебе очень много станет понятно либо ты надумываешь правда либо тебе правда станет лучше сильно ну то есть не не нужно расходиться для этого наверное не стоит там говорить мы расстаемся и разъезжаемся нет просто ну месяц пожить раздельно же можно мне кажется что очень интересный да действительно совет для того чтобы во всяком случае мы не можем автору письма сказать имеет место там измены или нет да хотя как будто бы тоже да кажется что все перечисляемое говорит о том что ну человек во всяком случае что-то скрывает но для того чтобы и точнее мы можем сейчас тобой сказать ну судя по перечислениям да он точно изменяет но это тоже никак не поможет автору письма потому что она все это сама перечисляла на сама все это видит на наше отношение тут не имеет вообще никакого значение но как мне кажется тот совет который ты дала он действительно очень крутой для его использования потому что ты действительно можешь уехать да и посмотреть на это со стороны это действительно может быть очень действенна и тогда ты сама это увидишь потому что никто из нас все равно девушки об этом не скажет но я думаю что еще следует отметить что конечно это очень болезненно находиться таких отношениях потому что даже узнать об измене это больно но это единоразово да а находиться все время в ощущении того что ты боишься каждый раз когда он шаг за дверь делает это совершенно другое то есть находишься перманентно в ощущении даже когда он рядом когда его нет вот в этом в том что что-то не так происходит и если уйти даже от термина газлайтинг это действительно страшная вещь когда рядом с тобой есть человек который не подтверждает твою адекватность условно говоря ну то есть тогда ты начинаешь сомневаться вообще в других вещах в мире еще то есть если ты так ясно видишь а тебе смотрят глаза и говорят вообще не придумывая это чушь то у тебя начинается ощущение что тогда я может быть там и неправильно вижу как какие-то другие вещи и отношения не устроены в этом мире представляешь то есть она мало того что думает каждый день практически проживает измену скорее всего на душе наверно она еще каждый день думает что она сумасшедшая то есть она прям два сильнейших чувства переживает каждый день и это рождает и неуверенность и вообще нежелание скорее всего ничего делать ты постоянно копаешься в том что в твоих отношениях происходит остальная жизнь твоя как будто останавливается это просто сильно мне откликается оттуда я знаю как это ну выглядит ты просто начинаешь циклиться на этом и пытаешься разобраться да что же здесь происходит а возможно возможно это вообще не так возможно она если съедет например она такая нет я я что-то надумала а возможно ей сильно лучше станет вот прям сразу жизнь заиграет другими красками возможно это хорошая история если знаешь еще думать о том ну вот почему такие отношения складываются да хотя вроде автор нам не задает вопрос но как будто бы они они не женаты да вроде никаких условий о том что их что-то связывает больше чем отношения что они живут вместе нет да и тогда ну судя по описанию там у парня есть какая-то другая девушка или в общем какие-то отношения или много разных зачем тогда удерживать условно говоря ее и ну зачем с ней оставаться ну привычка может быть тяжело же вообще в целом мужчины прерывают отношения они обычно этим кстати не занимаются а так вести да если доводят до того что ты такой я ухожу сама приняла это решение но что-то я хотела почему он с ней остается да я вот хотела автору письма сказать нам на ответить на вопрос относительно ее самооценки что это совершенно сама цену то есть какой-то человек она совершенно не зависит от того будут тебе изменять или нет ну то есть это так не работает что там с тобой что-то лета спасибо да и я думаю что это важно услышать с тем девушкам которые думают а что там со мной не так это никак не за не зависит от того какая вы да поэтому ну снижение самооценки на этом полне оно понятно но совершенно не ничем не обосновано более того моя гипотеза почему мужчины могут себя вести таким образом что только мужчины и женщины да тут нет гендерной привязки совершенно просто вот как помнишь мы с тобой обсуждали тему в начале про то что если у тебя в раннем возрасте да допустим ну произошла ну так простыми словами склейка да что кто-то классный это авторитарные это сильные да и тогда тебя такие мужчины и привлекают да на других ты не обращаешь внимание то есть вот только с тем вот с модулем какого такого подавляющего до мужчины то точно так же может если ну на примере мальчика приведут а если например мальчик там возрасте там двух-трех лет начинает а это у детей происходит они начинают там конфет под подушку прятать да но не потому что им там не дают эти конфеты или они чего-то утаивают а потому что у детей появляются свои секретики ну то есть они воспринимают что это мой секретик да там там я не знаю игрушку куда-то свою брал или допустим но у него у детей это нормальное развитие психики появляются секретики от мамы допустим у мальчиков а если мама внедряющаяся и у нее там ни один фантик мимо нее не проскочит то ребенок начинает вот она везде все проверяет знаешь вот она за ним следит она все подмечает то есть вероятность что ребенок начнет чувствовать себя прозрачным перед мамой у ребенка создается фантазия что он не может даже свои мысли как будто бы ну сохранить от нее спрятать то есть у него ему ничего свое не принадлежит это пример один из примеров того как гипотеза как происходит склейка вот с либидо до сексуальным возбуждением и тогда мужчине для того чтобы получать сексуальное возбуждение получать удовольствие от флирта ему надо обязательно от кого-то прятаться то есть очень часто в таких парах если женщина уходит из такой ситуации то ему все остальные перестают быть интересными то есть ему нужно найти то от которого будет без конца переворачивать этот телефон отключать интернет это еще и реагирует конечно которая будет следить за ним то есть ему для того чтобы чувствовать себя сексуальным и привлекательным нужно все время от кого-то убегать от кого-то что-то прятать и если смотреть на ситуацию с этой стороны что ему ну тогда не будет интересно то есть он никогда не останется с одной женщиной потому что ему нужно убегать но он всегда будет находить ту от которой нужно будет прятаться моем представлении это человек ну и это один из вариантов как это может быть и в моем представлении это еще одно доказательство того что мужчина которая там тебе изменяет или женщина который тебе изменяет понятно что причины могут разные я привела одну из них а точнее измена никак не зависит от тебя напрямую понятно что отношение эта дорога с двусторонним движением да и девушка тоже в общем-то склонно догонять потому что если нам с вами стало нехорошо уже на второй строчке от этого перечисления то посмотрите какая у нее толерантность ну к условно перевернутым телефонам отключенным интернетом вот этим вот копошением в машине ну то есть знаешь какой уровень толерантности к ну вот подобному роду поведение тоже у человека соответствующие устройства они будут какими-то своими вот этими вот ее желание да гай догонять и проверять все таки она есть если человек сразу не ушел с его стороны соответственно желание убегать поэтому если вы несчастны в этих отношениях а я слышу что несчастны то конечно это не совет да а я для того как раз и рассуждаю для того чтобы можно было себя решить скорее всего при такой конфигурации ничего качественно не поменяется то есть это нет так не работает что девушка там по своим параметрам станет лучше и привлекательнее для него и он вдруг перестанет значит с кем-то переписываться возможно еще вот я на какую ловушку тоже как-то попалась что возможно у мужчины очень много своих причин почему он так делает и он рассказывает ну то есть у меня вот такая проблема я изменяю потому что ну вот как мы объяснили например потому что у меня мама там не давала мне ничего от нее спрятать например и ты начинаешь настолько сильно жалеть этого человека это такое я понимаю почему с тобой это происходит и ты становишься толерантна каким-то вещам которые вообще неприемлемы то есть я хочу сказать что да есть какие-то вещи которые все происходит почему-то из детства там еще откуда но вы не обязаны это понимать то есть понять да но терпеть это не нужно полностью согласно полностью согласно мы анализируем им именно для того чтобы разобраться но это совершенно не говорит о том что мы должны быть толерантны к неуважению к насилию свой адрес и тем более к подобному ну уж так назовем это газлайтин мне так понравилось он мне сразу сказал возможно измены в наших отношениях тоже будут и где-то через два приложения но он меня уважает часто же бывают истории где измены это что-то ну нормальные люди договорились так то есть я вот буквально вчера читала новость где у неймара это футболист есть жена она беременная она ему разрешила с барского плеча изменять но с условием в губы целоваться нельзя другими женщинами ну то есть для нее измена это поцелуй то есть секс ок ничего страшного я понимаю там полигамный мужчина но не дай бог я узнаю что был какой-то засос женщины ты уходишь тут же мне просто всегда кажется я не знаю когда люди договариваются про то что можно изменять что это кто-то один все-таки терпила в этом нет такого я не думаю я думаю что важно чтобы оба договорились и были честными перед собой потому что я с тобой абсолютно согласна может вообще любая конфигурация быть в отношениях главное чтобы люди договорились и действительно бывают какие-то вещи могут звучать для нас супер странными потому что по-другому устроены а для людей абсолютно органичными потому что им какие-то вещи не важны например в отношениях и и могут тут вопрос в том что он ей сказал безапелляционно она как будто это приняла вот но они не договорились поэтому она и страдает поэтому если вы между собой договорились как как завещала нам фрейд любое как это любая перверсия ты не извращение или как я помню очень часто точка единственный извращение это отсутствие секса а все что по обоюдному согласию это не извращение единственное извращение это отсутствие секса поэтому если вдвоем договорились то ради бога но если кто-то один страдает и тем более попадает такую ситуацию как это говорит что ты не оказывалась и хорошо понимаешь то как будто нужно себя спасать либо через терапию хотя вы знаете я не сторонник это вот всем как бы предлагать но тут как будто звучит так что если удастся действительно переехать посмотреть на это со стороны то ок если нет то действительно может обратиться за консультацией к специалисту который поможет с этим справиться потому что но очевидно это либо может быть семейная например терапия нет ну как вариант вдвоем нет но я думаю что мужчина просто не согласиться на это судя по всему слушай но я думаю что мы достаточно гипотез накидали для автора письма в любом случае у нас нет задачи решить стоит им расходиться или нет но во всяком случае мы порассуждали правда разобрали письмо спасибо ну что ольга время переходить к вашему господи о боже ладно вы знаете как я определяю что вот прям отличница по гороскопу когда на страницу письмо нет когда когда письмо мы имеем вообще я же огромное количество писем что когда она не в теле письма текст а когда прикрепленный файл всегда говорит о том что человечек не так просто так ладно у меня есть такая проблема я постоянно себя со всеми сравниваю это то что не дает мне спокойно наслаждаться жизнью и принять себя потому что как только я достигаю какого-то успеха в моей голове возникает голос который говорит это конечно хорошо но там вот есть еще у кого-то получше то есть радость от успеха буквально ну секунда дальше я думаю господи в дам еще скольких надо победить людей вообще не важно что конкретно я сравниваю всегда есть кто-то красивее если нет красивее то есть умнее если нет умнее то есть смешнее так бесконечно конечно я прекрасно понимаю что сравнивать нужно себя с собой прошлый уж и не сомневайтесь этим тоже занимаюсь но так не работает я знаю причем откуда это пошло в детстве у меня отец все время появлялся только в критические моменты то есть если надо дать транды или если нужно похвалить поэтому я всегда старалась как олимпийская чемпионка нестись вперед и стараться заслужить любовь но как только я получала пятерку меня всегда спрашивали а у кого еще есть пятерки в классе ну видишь вот еще у насти есть пятерка не только ты если получала четверку это невероятная трагедия для меня я помню как однажды получила четверку ушла со школы домой рыдала так что сбежали все соседи и спрашивали у меня здоровы ли родственники ужас это я просто просто шла домой думала что я разочаровала родителей потому что самое страшное что я могла услышать я буду в тебе разочарованным постоянно говорили эту фразу в школе тоже была вот эта одноклассница которую очень любили учителя она но она милый красивый очень ласковый ребенок и многое доставалось как мне казалось просто так я всегда пыталась как-то всем сообщить что ну я тоже молодец меня тоже можно любить естественно я закончила школу с медалью была капитаном всех команд в школе участвовал олимпиадах и так далее и так далее но любовь не наступала я думала что для того чтобы тебя полюбили надо стать красивой я все сделала чтобы нравиться внешне людям это тоже не работает и если в профессиональной среде я научилась благодаря терапии хоть как-то договариваться с собой нашла инструмент который помогает мне переключать внимание не сравнивать себя с коллегами то в личной жизни мне все-таки это очень сложно дается потому что я не могу расслабиться в отношениях мне нужно быть лучшей успешной интересной со своим делом но при этом хорошей хозяйкой быть на поддержке и при этом выглядеть великолепно вот последних отношениях я так старалась быть лучшей что уже смотрел на себя что со стороны уже стала выглядеть как туча и в какой-то момент уже сказала я уже в какой-то момент парню сказала не ешь вчерашнюю еду я тебе новую приготовлю просто это всего это все лишь бы мне поставили пятерку и ни с кем меня не сравнивали мне казалось что если я не лучшая то меня и нельзя любить зачем любить человека который не лучший я пришла к психологу за помощью мне психолог сказал оля вы сама по себе ценность вам возможно любить просто так я разрыдалась там я устала быть олимпийской чемпионкой вопрос как перестать себя насиловать принять свою ценность и полюбить себя просто так я за письмо чу два раза не разрыдалась слушай ну спасибо за письмо во первых спасибо за откроенное письмо действительно мне кажется это такая распространенная история в том плане что когда мы хотим соответствует чем-то ожиданиям до обычно ожиданием родителей то мы ожидаем соответственно получить любовь и у нас вот это и происходит склейка в голове про который мы не раз говорили что я должна быть самая лучшая тогда меня будут любить вот и тут единственное что мне кажется ты здорово сама проанализировала да и в общем-то берега обсуждаешь эту тему и многое понимаешь наверное единственное что я могла бы тебе сказать на это что ну как как я об этом рассуждала что когда мы стараемся оправдать ожидания своих родителей то мы не ну с детства то мы не научаемся себе задавать вопрос а что я хочу на самом деле вот потому что по правде говоря при всем уважении благодарности к родителям вот их ожидания обычно вот так идут а наше желание параллельно потому что мы просто другие люди вот и и тут это действительно не не простая история это действительно очень сложно когда ты на протяжении всей жизни не задавался вообще вопросом а чего я хочу а исходила с того как надо кого обогнать да и в общем-то как принести пятерку кстати вот этой условной олимпийской чемпионкой какой-то момент себе начать задавать этот вопрос потому что ну еще долго можно на него ну не найти ответа потому что просто нет этого научения нет вот этого контакта с самим собой а что я на самом деле хочу а вроде ничего не хочу а хочу всех победить да ну это если твое желание на самом деле и как будто бы когда мы проходим вот этот вот путь до олимпийского чемпиона многие из нас могут признать себе что на самом деле да я вообще не хотел эту медаль никогда и она мне как бы ни счастья никакого не принесла ни собственно никакой любви да за которой ну как мы представляли мы гнались но можно обнаружить себя что мы проживали не свою жизнь а жизнь через призму ожиданий родителей или наших представлений о их ожиданиях это тоже могут быть разные вещи ну я не знаю чего они от меня ожидали сейчас я уже ну то есть сейчас во взрослом возрасте я приезжаю домой и мне не хватало отца он у меня был он у меня есть он авторитетная фигура но когда я была маленькая он правда появлялся только когда он вот мама мне всегда говорила папе расскажу ну то есть это это прям последняя инстанция те таких пизды значит дадут невероятных просто или прям что-то очень успешное и в других моментах его никогда не было то есть он просто какое-то какое-то облако где-то и сейчас мне всегда так хотелось увидеть гордость какую-то в глазах там или что-то и я уверена что он гордился он просто он не умеет это сказать и сейчас уже он там стал постарше и стала сентиментальничать хоть чуть-чуть я недавно вот прошлым летом приезжала домой и не могла мы поехали там на природу я не могла никак засунуть ногу в сапог он говорит давай он наклонился мне помог и я видела что он с такой любовью это сделал я такая о господи вот чего я всю жизнь ради чего я все это делала да это наконец-то увидела но конечно сейчас мы с этим разгребаемся я не знаю еще сколько потому что это очень ну это всю жизнь мою я всю жизнь и в школе тоже с этой девочкой и я с этой девочкой однокласснице про которую я говорю что мне все время хотелось крикнуть учителям да я же тоже молодец но я просто очень некрасивый ребенок еще это видимо влияет сильно нет это надо посмотреть реально это мне бабушка вот так вот стригла у меня вот такая челка правда вот это челка вот так меня стригли вот так вот этот нос карту ну я правда некрасивый ребенок она милая маленькая девочка дыл до 2 метра ну я первая всегда стояла в волейбольной команде вот это и она последняя маленькая хорошенькая прям и она еще умела вот типа вы такая симпатичная наталья николаевна а я что я что вы тоже я тоже хотела это сказать и мы недавно с этой одноклассницей тоже встретились мы с ней это проговорили она 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 говорит да я помню я помню что я помню что нас с тобой все время сравнивали но меня говорит это не цепляло конечно конечно не цепляла потому что ну те то доставалось а мне то нет я с ней проговорила и у меня к ней теплые отношения сразу появились да а ты намеренно с ней встретилась она со мной встретилась да она вот как терапия работает да и девочку из из класса подтянули она говорит не хочешь ли встретиться я думаю я хотела бы посмотреть что конечно у тебя там в жизни случилось пока да но она молодец у нее тоже все хорошо в итоге сложилось но я рада что она со мной встретилась что мы с ней это проговорили правда но мне еще очень важный момент мне кажется вот людям которые себя сравнивают со всеми понять что ты ценность вот мне когда психолог это сказал я правда разрыдалась потому что это сильно мне внутри откликнулось что никто никогда этого не говорил что ты ценный просто сам по себе просто от того что ты есть того что ты родился ты уникальный такого человека больше нет только ты такой и все в целом примерно равны потому что у всех ну жизнь заканчивается просто ну смертен все мы поэтому мы все имеем право вообще на все и ну вы каждый каждый ценный сам по себе не нужно себя ни с кем никогда сравнивать еще я хотел поделиться извините хотела поделиться давай может быть на этом на этой мысли немножко задержимся прямо на минутку потому что она действительно очень важная и мы много в чужих письмах читали писем о заниженной самооценке и эту идею о том что вы ценный по факту своего рождения транслировали не раз и хочется еще раз об этом сказать что каждый из вас кто там переживает относительно своей самооценки вы считаете что в чем-то нехороши главное помнить что ты ценный по факту своего рождения просто как ты сам есть а самооценка это уже то что нам отражает мир дальше мы уже с этим обходимся как мы стараемся правда да а что-то я хотела да извините я перебила я хотела вот инструмент какой я инструмент нашла чтобы не сравнивать с коллегами потому что очень много я думаю что людей которые с коллегами себя сравнивают или еще там с кем-то мне помогла очень простая вещь понять что у меня есть путь и он уникальный только мой и если я есть цель есть путь и если я иду по нему и акцентируясь на пути то мне и не с чем его сравнивать но если не сравниваю себя а сравниваю свой путь и он один и мне не с кем его сравнить получается я просто просто иду да это тоже крутая мысль единственное я может быть внесла маленькую поправку относительно цели да но во всяком случае со своей стороны потому что в свое время у меня моя супервизор на то что я сказала что вот а мне там ребята из новопродакшна сказали как они принимают решения если это соответствует их дальней цели да ну при вот принятое решение сейчас то они ну соответственно его принимают если не соответствуют дальней цели то они это решение не принимают ну например там что-то снимать или что-то делать на что мне моя супервизора сказала какие самоуверенные мальчики они оказывается знают какая у них цель вот и мне стало это очень забавно потому что действительно через какое-то время проговаривая мы с ней пришли к тому что у нас действительно у каждого есть свой путь и если мы будем прислушиваться к себе и к своим желаниям он действительно будет уникальный потому что мы можем думать что нам нужна золотая медаль но по ходу этого пути понять что у нас вообще другие желания мы хотим не в длину прыгать а например со стендапом выступать да и это будет тот самый уникальный спасибо вот поэтому ну во первых спасибо что написала письмо да я постаралась сказать что я почувствовала из этого и все-таки подвести это к желаниям да которые мне кажется нам очень сильно помогают как раз выбрать этот свой путь и конечно спасибо тебе что нам об этом напомнила давайте не забывать что мы ценные все по факту нашего существования сегодня у нас в гостях стендап комик Андрей Шумилов через месяц поговорим когда ты успокоишься это история любви на самом деле несколько лет назад я познакомился с одной девушкой очень сильно в нее влюбился смотрит фотографии и говорит братан она тебя скрыла stories а она не особо заморачивалась чтобы скрыть это преступление если честно атакуй по гороскопу весы что это ты мне скорпионом уукаешь сидишь ты подавлял или игнорировал то чувство злости который нам классно продемонстрировал Леня братишка я с ней давно знаком половинок нет целые люди только понял брат украсть красивая украсть от собственного